Участки для голосования закрылись в 8 часов вечера. Организационный комитет Единой России оценил явку избирателей в 10%. В большинстве школ и гимназий процедура праймерис прошла спокойно, хотя не обошлось без замечаний со стороны кандидатов и наблюдателей. О предварительных итогах и подсчете голосов Максим Галямин. Избирательные участки работали до позднего вечера, но такого ажиотажа, как днем, уже не было. В школу и гимназии шли в основном те, кто в воскресенье отдыхал за городом или наслаждался теплым весенним днем на природе. Екатерина Исаева как раз из последних, кто спохватился и пришел отдать свой голос. Девушка участвует во всех выборах и не скрывает свою активную гражданскую позицию. Я как никто другой понимаю, как это важно. Все-таки решает что-нибудь, как думаете? Я думаю, что да, иначе бы я не приходила. Участок для голосования закрывается. Скрип школьных дверей, как последний звонок в театр. В зал уже никого не пустят. Левый нижний угол оставшихся бюллетеней по правилам нужно срезать. Теперь пустые бланки считаются недействительными. После этой процедуры самое ответственное. Скрывают пломбы и высыпают в содержимое урны на плотно сдвинутые столы. Так начинается подсчет голосов. Мы думали, что явка будет более низкой, но тем не менее люди очень активно шли. Причем я хочу сказать, что это были и молодые люди. У нас были и впервые проголосовавшие, то есть 18-летние молодые люди, которые реализовали свое избирательное право. И люди очень пожилые. Был один человек с ограниченными возможностями здоровья. То есть он тоже захотел проявить свою гражданскую позицию. В штабе регионального отделения «Единой России» явку избиратели оценили на уровне 10%. И признали, что во время голосований все же были нарушения. Каждый из таких случаев комиссия будет рассматривать отдельно. В свою очередь наблюдатели обращали внимание на то, что многие из избирателей почему-то путали участки и отмечали промахи в информировании. О предварительном голосовании чаще узнавали по принципу сарафанного радио от знакомых. В ходе проведения предварительного голосования поступили заявления от кандидатов о нарушениях, которые были в счетных участках. Каждое заявление, которое находится у нас и в оригинальном оргкомитете, будет рассмотрено на подсчете голосов. Подсчет голосов ведется по рейтинговой системе и занимает несколько дней. Так что результаты будут известны не раньше 25 мая. В среду мы узнаем, кто из участников праймерис попадет в бюллетени уже настоящих выборов в Государственную и Областную Думу в сентябре.